и снова здравствуйте хотите завести собаку и не знаете как это сделать правильно предлагаю несколько полезных советов которым необходимо следовать прежде чем брать собаку в свой дом когда дело доходит до выбора собаки многие любители собак часто задают себе такие вопросы кого выбрать суку или кобеля маленького щенка или взрослого в идеале уже дрессированного но в первую очередь вы задаете себе вопрос какая порода мне подходит или какую породу мне выбрать либо вы видели собаку определенные породы у кого-то из ваших знакомых и она вам понравилась либо вы видели фильм об очень забавной собаки или очень преданной своему хозяину находясь в эйфории вы выбираете собаку наугад когда мы маленькие мы милые пушистые казалось бы послушные но когда мы вырастаем многие любители собак сталкиваются с рядом разочарований что я сделал неправильно вы обычно обвиняете нас собак в том что мы глупы и непослушны а может нечистокровны и часто забываете что мы всего лишь животные вся жизнь которых основана на инстинктах и рефлексах реальность такова что все зависит от того как вы растете и воспитываете своего щенка и что вам нужно осознавать ответственность которую вы берете на себя решив завести собаку поэтому перед покупкой щенка необходимо задать себе и ответить на следующие вопросы 1 для чего вам нужна собака для охраны охот или просто нужна собака компаньон если хотите служебную собаку пишите в комментариях вы не можете заставить лабрадора охранять ваш дом в этом случае рекомендуется немецкая овчарка ротвейлер доберман или кани корса есть и другие породы предназначенные для этой цели а в качестве собаки компаньона лабрадор бордер колли или бигль в самый раз можно выбрать и маленькую породу собак после того как вы определились для чего вам нужна собака вы уже можете выбрать какая порода вам больше подойдет 2 вы должны узнать характеристики породы которую хотите завести в этом случае мы учитываем уровень агрессивности размер или подвижность порода поищите информацию об истории породы если она была создана для охоты то не ждите что она станет хорошим охранником во дворе любая собака очень хороша только для той цели для которой она создана подписывайтесь на канал и я буду публиковать посты о породах собак следующее видео будет от джекера силе 3 еще одна особенность которая следует учитывать если у вас время взять щенка время кормить гулять играть следует учитывать что для гармоничного и здорового развития щенку в возрасте 2 3 месяцев необходимо 45 приемов пищи в течение 24 часов также надо заранее продумать программу тренировок и дрессировка вы это будете делать сами или будете вызывать инструктора если у вас необходимое время на эти тренировки и даже если вы воспользуетесь услугами инструктора вам все равно потребуется выделить время на несколько уроков для ознакомления с принципами и способами выработки рефлексов во многих случаях собаки легче создавать необходимые рефлексы чем для его владельца 4 достаточно ли у вас места для вашей собаки особенно для средних и крупных собак малину хаски или а кита и но будут сеять хаос в маленькой комнате квартиры потому что им нужно много двигаться есть также собаки мелких пород которым тоже нужно пространство потому что у них много энергии например джек рассел они готовы постоянно бегать вы должны понимать что у каждой собаки есть своя энергия которую если не потреблять ее посредством дрессировки игры она найдет способы сделать это самостоятельно 5 если у вас необходимые финансовые ресурсы помимо приобретения собаки ее содержание требует множество других расходов на медицинское обслуживание и прививки снаряжение и питание при этом необходимо задать себе вопрос что делать со щенком если придется уйти из дома на более длительный срок ты берешь его с собой есть ли у вас необходимое место в машине и возможность взять ее с собой или оставить его соседу или другому доверенному лицу если вы оставите его дома кто-нибудь придет и даст ему хотя бы воды и еды это довольно хороший вопрос который вероятно не приходит вам в голову когда вы покупаете собаку но все зависит от того насколько сильно вы хотите этого щенка я знаю людей у которых нет ни одной из этих расстройств потому что они наши фанаты и любят нас какие мы есть не обращая внимание к нашим повреждениям но большинство людей когда собака взрослеет они понимают что сделали не совсем правильный выбор особенно если собака пропустила начальные уроки дрессировки 6 не менее важным фактором является согласие всей семьи на взятие собаки пока мы маленькие мы игривые красивые веселые дети радуются и уделяют нам должное внимание вроде бы все идеально но когда мы вырастаем меняется и ваше отношение к нам из-за неправильного содержания некоторые собаки могут проявлять нежелательное поведение и даже агрессию я также расскажу о поведении собак на этом канале для некоторых членов вашей семьи собака может стать неприятностью что может привести к проблемам в семье в будущем даже если поначалу они принимают ее только для того чтобы доставить вам удовольствие со временем это разочарование нарастает пока не достигает критической точки волосы разбросанные по комнате царапание стен или кусание мебели лаевой во время отдыха вот лишь некоторые из тревожных факторов которые могут возникнуть так что рекомендую перед покупкой посоветоваться всей семьей все-таки мальчик или девочка эта особенность не столь важна но нужно учитывать некоторые аспекты самки более склонны к дрессировке у них более спокойное и гибкое поведение чем у самцов в отношениях с людьми особенно с детьми проявляют максимальную ласку и заботу но в период течки которая наступает дважды в год их поведение может резко измениться вплоть до агрессии в этот момент самки обращают внимание только на противоположный пол не будем забывать что самки обладают способностью к размножению что тоже является преимуществом самцы от природы обладают более впечатляющими внешними чертами они в отличие от самок испытывают гораздо более сильное половое влечение поэтому хозяин должен приучать его к строгому послушанию с первых дней появления щенка в доме только так а также путем длительных физических усилий можно будет контролировать поведение мальчика которым движут сексуальные инстинкты если суметь правильно воспитать кобеля он проявит свои лучшие качества преданности готовность в любой момент защитить своего хозяина и семью даже ценой собственной жизни щенок или взрослая собака я всегда рекомендую щенка за редким исключением если у вас есть надежные источники того что эта собака была правильно воспитана и обучена вы легко сможете обучить маленького щенка под свой характер и образ жизни чем меньше щенок тем легче и быстрее он адаптируется в новом доме если вы заведете очень молодую собаку вы сможете вырастить из нее воспитанную и образованную собаку даже без опыта перевоспитать собаку во взрослом возрасте очень сложно вам придется набраться терпения и быть готовым к тому что собаке понадобится немало времени чтобы начать слушать уважать и любить нового хозяина взрослым собакам у которых уже сформировались привычки и характер потребуется больше сил и внимания но любые трудности можно преодолеть если владелец решителен и готов на время пожертвовать личным комфортом ради того чтобы подружиться с собакой и правильно ее воспитать не забудьте подписаться на канал чтобы увидеть больше обучающих видео о собаках и дрессировке собак